приветствую друзья вы на туб канале все для клёва вот приехал думал на 46 километре встану смотрите уже новый хозяин какой-то новые ворота поставлены свежий только бетон залитый виды что только заливали видите короче блин опять начинается вот эти вот мансы с какими-то арендаторами на этом месте поэтому призываю всех и каждого из вас друзья давайте как-то с этим бороться уже сколько могут из нас сделать уже идиотов а вот объясните мне однозначно здесь территория не может быть сдана в аренду это невозможно это это том что здесь не могут быть платные места а какие-то непонятные товарищи берут ставят ворота в наглую типа имеет документы также хочу обратиться местным органам власти почему закрыт проезд к водоемам объясните мне пожалуйста привет здравствуйте а вы его скрыть его начало закрыты ворота здесь на каком основании кто сказал скажите пожалуйста ну как это вот не интересует вы закрыли вы ограничиваете мою мое право доступа ванну это зашли я хочу заехать на почему ворота стоят были всегда ворота нет они уже были убраны благодаря нашему каналу их убрали а теперь кто-то вы поставили эти ворота почему тут ну а вы почему поставили вышел тут хозяин а почему они стоят ну что значит так креативную еще раз рекреационный участок рекреационный участок но у вас есть какие-то основания ставить ворота здесь ограничить мое право доступа тут закрывать проводов ну вот я здесь выступал да я здесь попал да но почему-то почему ворота стоят вышел хотите рыбачить да я хочу порыбачить я хочу порыбачить и хочу чтобы люди знали что тут не нужно спать и деньги не вам никому другому ну причем пред при том что вы тут собрать и собирать и деньги уже с помостов я у вас были не брал нет еще но я знаю что людям что люди платили вам ну сейчас подойти к любому сейчас кто есть ты спросить подойдитесь весь узнаем хорошо вообще опять опять ворота блин что это такое чудо такой я спрошу начинается опять уже какие-то местные цирки уже начинает захватывать опять территорию днестрабы иван прекращайте я вам серьезно говорю вы вы конкретно вы начинаете захватывать территорию кто вы такое чтобы ставить ворота объясните мне на том основании в этом делать лучше бы мусор поубирали вот это было бы да да мне александр да кто думает это собрал идем делом покажу еще вот это я все вынес отсюда лично я это вам не дает право ставить ворота мы тоже убираем мусор просто бесплатно берем и собираем мусор с днестра я вижу что творится потихонечку будем оккультуривать наш днестр но ворота ставить вам никто не имел не дает права друзья короче вы поняли да заезжайте открывайте ворота и заезжайте и не платите деньги и вы точно так же делать подъехали сюда если вот эти ворота закрыты заходите слава богу пока нет никаких заборов и открываете ворота потому что у этих людей нет права ограничивать вас на водоемах общего пользования это написано в законе 233 почитайте вот друзья один из фактов того что тут берут деньги виде уже вот какие таблички ставят что типа здесь занято то есть кто-то уже бронирует за деньги помосты и уже ставят такие таблички сегодня очередной раз мы выбрались на реку днестр хотим немножко поиспомитировать и попробовать поймать рыбу на собачий корм не знаю получится ли у нас что-либо поймать но по крайней мере мы попробуем на дно удилища будем ловить с собачьим кормом а на второе обыкновенную классическую прикормку и посмотрим будет ли у нас результат вот казалось бы да сейчас запрет да можно ловить только на одно удилище но какие-то люди ездят на лодках вот мне непонятно на каком основании это все происходит поэтому просил бы одесский рыбахарный патруль следить за рекой не только в рабочие дни но и выходные вы каким-то образом там организовывайтесь чтобы можно было следить за порядком браконьеры знают ваш график работы знают что у вас по пятницам одни мероприятия по субботам и воскресеньям вы отдыхаете поэтому пожалуйста каким-либо образом организуйте так чтобы можно было нормально дозвониться на горячую линию субботу воскресенье так чтобы это горячая линия была эффективна по субботам и воскресеньям чтобы приезжали инспектора на вызовы потому что очень много наших рыбаков начинает сомневаться в том что нормально работает одесский рыбоохранный патруль по субботам воскресеньям подчеркнуть и по пятницам и так для сегодняшней рыбалки мне понадобится прикормка компании fish dream это карп карась карась чеснок это самые эффективные прикормки на гнестре как я понимаю и вот такой собачий корм он виде кольцами я вам сейчас покажу как я его буду прицеплять на волшебную оснастку так для начала замешаем нашу прикормку друзья напоминаю вам что ни в коем случае эти пакетики не выбрасывать их нужно слаживать аккуратненько и в карманчик а потом нужно будет взять и выкинуть то же самое и карманчик так так наверно будет достаточно никогда этим не экспериментировал не знаю наверно особенно друзья спортсмены начнут смеяться сейчас как так что это такое но тем не менее хочется какого-то эксперимента вот если сейчас я поймаю большого карпа на этот собачий корме себе представляю как все удивляться ну если будем смотреть понемножку добавляем водичку и мешаем боже какая красота друзья на днестре когда солнце встает видите у меня лицо горит это из-за того что солнце снова погода шикарная птички поют поэтому утро это просто какой-то в божественное ветра нет супер и так я вам обещал показать как эти два колечка собачьего корма цепляю на волосяную оснастку казалось бы сначала можно было бы сделать так что ну типа продеть сюда поставить стопорочек и она будет держаться но сильно большие дырочки в кольце поэтому так не получится и вот одинарный видите да так лишнее отрезаем вот так получилось красивенько в свете теперь продеваем эти два колечка сюда и петля на удавочку продевается вот что мы имеем вот таких два кусочка два колечка и уже исходя из этого уже можно тут связать волосяную оснастку вы поняли то есть они уже никуда не денутся но единственное неудобство это когда из них они размоются или когда они отпадут то придется вязать поводок заново вы понимаете вот этом конечно неудобство но с другой стороны такая интересная штука у нас получилось вот так на удавочку у нас получилось сюда сейчас привяжу крючок и у нас будет поводок с волосяной оснасткой продеваем на крючок так делаем волосяную оснастку это вот так и сжимаем и закручиваем делаем безузловой узел все получился такая оснастка Вы поняли? Вот на нее и попытаемся поймать карпа. Поводок будет не сильно большой, где-то примерно 60 сантиметров. Думаю, будет достаточно. Оснастка Inline с кормушкой Потап. В общем, как обычно, самая эффективная на Днестре оснастка. Вот наша кормушка Потап. Я ее проделал в основную леску и привязал стопорную бусину и с нее сделал отводик. Сюда сейчас прицеплю поводок и у нас получается очень эффективная чувствительная оснастка. Немножко нужно заморочиться, конечно, но просто ради интереса, спортивного интереса, скажем так. Хочется проверить эффективность этого собачьего корма. во благо здоровья , конечно, не другая битка. я его смотрю и ждал. прошло пять минут корм не размок то есть это говорит о том что он долго размокает и это позволяет мне держать скажем так его в воде больше чем пять минут с одной стороны даже хорошо уже на второе удилище подцепил обыкновенную фидерную оснастку поводок с лески 014 диаметра и на крючочке кукуруза попытаемся поймать карася а то удилище которое стоит с кормом попытаемся поймать карпа и пока молчит что-то вообще никаких признаков жизни не подают будем кормить и смотреть ну как я ожидала вот уже поклевка тарани на нашу кукурузу это не наш размерчик поэтому мы его отпускаем маленький карасик сегодня погода такая интересная ветра нет солнца нет такое знаете прекрасное сырое правда немножко утро а О, карасики клюют у нас и на кукурузу уже, видите? То есть немножко подкормили место, главное кидать в одну и ту же самую точку. Я надеюсь, вы знаете этот секрет, что нужно кормить в одну и ту же точку, тогда у вас будет эффективная рыбалка. Ну, такой ладошечный карасик, в принципе, нормально. Так, ну вот этот попался на собачий корм. Это напарыша. Друзья, хочу поделиться с вами своим приобретением. Вот такой костюм от фирмы Комотек. Сегодняшний майский день был такой, сначала солнце жарило, сейчас дождик начинается. То есть костюм идеальный как раз для этой погоды. То есть когда жарить, нужно взять и отстегнуть здесь вентиляционный отсек, а когда дождь, накинуть капюшон. Поэтому, что в том, что в том случае, этот костюм меня сегодня спасает. Так как он водонепроницаемый и терморегулирующий. Ого! У нас поклевочка, друзья. Маленький карасик. Ну, клюнул на две кукурузки. Вы поняли? Такого мы не берем. И ставим две кукурузки. Потому что на одну все-таки проклевывает тарань. Так, ну что же, тогда мы сделаем так. Кукурузку. И пару опорошей. Да не подсак. Ай, блин, все. Вот там она. Запился. Зашлась? Да, я думал, что там... А как такое возможно? Острый заключок. Зашлась? Это уже гора. Да. Вот это вот не надо на крыльях. Ух! Буквально час назад шел дождь. Сейчас опять солнце. В этом костюме мне, в принципе, очень комфортно. И сейчас примерно 25 градусов тепла. Я открыл вентиляцию. Видите, да? И, в принципе, меня продувает. И мне очень комфортно в этом костюме. Я рад этому приобретению. И советую вам присмотреться к этому костюму. Да. За счет терморегуляции куртки она поддерживает температуру тела. И мне тепло, когда был дождь. И потаненько, как сейчас солнце будет. Что, друзья? Сегодняшняя рыбалка подходит к концу. Погода сегодня была шикарная. То дождь, то опять солнце. Видите, да? Лучше всего, конечно, клевало у нас на опарыша сегодня. Тот вариант, который мы попробовали экспериментальный с собачьим кормом. Кстати, понравился карасю. И достаточно удачно мы ловили карася, как вы видели. На опарыша клевало лучше, на червя хуже. Это когда на обычную фидерную оснастку. А так, классно провели время. Подышали свежим воздухом. И с классными впечатлениями едем домой. Если будете использовать и будете повторять наш такой эксперимент, примите сведения о том, что корм всплывает. Он легкий. То есть он сухой и легкий. Поэтому от крючка, буквально там в трех сантиметрах, ставьте дробинку свинца, чтобы он приподнимал чуть-чуть. И тогда у вас все получится. Карась будет ваш. Поэтому, надеюсь, наш опыт использования собачьего корма вам понравился. Если понравился, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Все для клевого. Ну, а мы прощаемся с вами. До скорой встречи на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока.